Я сейчас знаете где? В Уфе, столице Башкирии и столице русских рэперов. В свое время здесь проходило много хип-хоп фестивалей и оффлайн баттлов. Слово versus рифма баттл. Поэтому кроме вкусного хпачмака национальной особенностью этого города является Фейс, Бульвар Депо, А61, Томас Мраз, Бэйсик Бойс, Зимфира, Шевчук и Моргенштерн. Когда-то он катался на скейте прямо здесь. Сейчас все эти люди это фанаты, которые выстроились в очередь на его концерт. В России Моргенштерн один из главных людей, который строит современную культуру прямо сейчас. Так что же такое современная культура? Для всех это как будто бы что-то упало на нас с небес. Вот раньше было понятно. Здесь в Уфе, как и в моем родном Саранске, как и в Москве и вообще по всей России, Каддини панки, рокеры, эмо, альтернативщики. На языке 90-х это были просто неформалы. Где они сейчас? Все. Кажется, их больше нет. На смену им пришла новая современная культура, Которая полностью отрицает традиции прошлого. Сам Моргенштерн не относит себя к рэперам, А на вопрос, кто он, отвечает просто, я не знаю, человек. Так давайте поможем Моргенштерну узнать, кто он. И, наконец, найдем ответ на вопрос, что значит современная культура и кто ее начал. Сейчас вы узнаете, кто придумал мамбл-рэп и почему алды люто критикуют фрешмана. Откуда взялись грилзы, дреды и яркие прически. Кто начал колоть татуировки на лице, и при чем здесь религия и преступность. Как от суровых рэперов мы пришли к Лил Узи Верт в образе Аврин Лавин. Почему панки и рэперы больше не конфликтуют, а теперь наоборот культурно связаны. И при чем здесь поколение Пепси? Пум-пум-пум-пум, та-та-та-та-та-та, пря-гря-йо-йо. В истории культуры все взаимосвязано, все как пелоксимирон, переплетено. Это почти химический процесс, где все влияют на всех, особенно в игре рэпа. Давайте проанализируем конкретный Моргенштерн и расщепим его на атомы. И на его примере покажем, как работает культура и почему новое поколение неразрывно связано с предыдущим. Итак, что нам бросается в глаза при виде Моргенштерна? Прославился через YouTube, одевается как скейтер, набил три шестерки над бровью, носит цветные дреды и грилзы на зубах. Читает не то, чтобы разборчиво, не то, чтобы о сильно важных вещах. Окей, для начала Моргенштерн – это рэпер новой школы, или мамбл-рэпер. Он сильно отличается от старой. Основное – читка. Мамбл-рэперов люто критикуют олды. Эминем и вовсе пообещал, что его бум-бэп разрубит мамбл топором. Для сравнения так звучит золотой стандарт хип-хопа бум-бэп. А так, современный мамбл-рэп. Да, вот пример мамбл-рэпа по-русски в исполнении гонфла. Кнокую фрейм-дату рэп-игры, опы вифет в хит, дэшусь вперёд олл-сити-кинг, блочу спешл-мид, джангл-комбо-чизи-бутти-фри, лофчер-тутти-трил, мувимент, микси-ап, как мультифлип, ладо-мвп. Мне всё понятно. Ну, кнопку это, походу, вот кнопки нажимаю. Ноку это стучать. Он стучится в главную базу рэп-игры, а опы это какие-то корейские чуваки или какие-то вифет-хитсы. Возможно, он имеет в виду группу BTS. Джагл-комбо. Это он просто легко жонглирует комбинациями, шоткатами. Блочу спешл-мид. Что такое блочу спешл-мид? Ну, блокируем специальное движение. Флада-мвп? Мост-вэлли-плеер тот, кто больше всех делает на площадке. Да. А, то есть Флада-это лучший баскетболист? Флада-мвп это Флада-топчик. Окей. Дэшись вперёд, All City King. А, я понял. Это как, типа, я король всех городов, да. Чизи-бутти-фри, я так понимаю, что это сырная жопа свободы, лофче, ртуть и трил. Сырная жопа свободы, лофче, чем ртуть, которая валяется по полу, она реально очень шустрая. И трил, вот трил, трил как... Стиль. Он говорит, что его музыка лофче ртути. А, лофче ртути трил. То есть лофче ртути моя музыка. А, я понял. Так, мы всё разгадали, нам непонятно только, что значит Чизи-бутти-фри. Те, кто в курсе, пожалуйста, напишите в комментариях, это нам даст ключ к освобождению. Само понятие мамбл-рэп придумал Виз Халифа. Мамбл переводится как «бармотать». Так Халифа обозначил рэперов, которые стали делать акцент не на смысле и технике читки, а на её вайбе и характере. Бубни с первыми начали Гуччи Мэйн, Чив Кив, Лил Вэйн. Именно эту тройку чаще других называют своими отцами рэперы новой школы. Смотрите, так читают олды. А так, по версии Снук Дога, читают сегодня. Это называется три плеты. Три слога там, где подразумевается два. Но откуда всё это понеслось? В девяностых так читали андеграунд-рэперы, те, кого никогда не показывали по телевизору. Ну а вообще, ритмичное исполнение звуков под музыку называется скэт. Кто старше 25-ти, наверняка помнит этого чувака. Литл Биг своего времени. Но использовать свой голос как инструмент начал Луи Армстронг в далёком 1926 году. По легенде, когда у него упал листок с текстом, ему пришлось издавать звуки вместо слов. Но не все олды высмеивают новую школу. К Канни Уэсту, похоже, зашёл новый рэп, и он довёл бессмыслицу до абсолюта. Русские рэперы новой школы ориентируются не на Канни, а на новую школу Запада. Лил рэперов. Например, ранний фейс, которого пародировал Моргенштерн, на наши деньги это Лил Пам. Есть ещё? Лил Пип, Лил Ксан, Лил Яти, Лил Узи Вэр, русский Лил Морти, что грязный Морти. И ещё около, думаю, тридцатки Лилов точно найдётся. Тридцати или сорока сколько? Сорок будет? Побольше пятидесяти. На самом деле их 800 на Spotify. И знаете, нам пора узнать, почему всё так, казалось бы, тупо. Каждый второй Лил — это до сих пор не зашквар. Всё гораздо глубже. Это часть рэп-игры, отношения между старшим поколением и младшим. Лилы как бы противопоставляют себя Бигам из 90. Биг Дэдди Кейн, Биг Эл, Биг Пан, Нотариус Б.И.Джи. Этот принцип, называть парней по старшинству, пришёл в хип-хоп из уличных банд. В одной нью-йоркской банде могло быть два Дэна. Чтобы их различать, одного называли Большой Дэн, другого Безумный Дэн. Затем у Безумного Дэна, представьте, мог родиться сын и стать маленьким Безумным Дэном. Типа Lil Insane. Но вообще этой привычке уже почти сто лет. Такие прозвища давали потомкам африканских рабов в начале 20 века. Они до сих пор звучат по-рэперски. Типа Гола Том. Да, это Том из Анголы. Биг Том. Это Том просто высокий. Зубы в то время никак не лечили. Чернокожие часто умирали от вирусов в полости рта. И только если хозяин раба считал своего раба действительно ценным, он мог позволить себе вставить ему медные или оловянные пломбы. И чем больше металла было у раба во рту, тем больше он превосходил своих собратьев. И эту вещь тоже присвоили себе рэперы. Самые известные грилзы сейчас у Сикс и Найн. Но есть даже у олдов типа Снув Дога. Диджей Харит вместе с Крисом Брауном, Огустом Алсиным и Фетти Вапом даже посвятили грилзам трек Gold Slugs, подчеркнув их популярность. А за 10 лет до этого, в 2005-ом, Нелли вместе с другими рэперами Полом Волом и дуэтом Али и Джип поют о золотых и алмазных зубах. Это было самым началом эпидемии. Но именно рэперы старой школы, Рахим Зе Дрим и Кила Али начали носить их первым. Хотя изначально у них было чисто практическое предназначение. В конце 70-х, в начале 80-х в Нью-Йорк стало прибывать все больше эмигрантов из Вест-Индии и Ямайки. У многих из них стояли золотые коронки, потому что другой, более бюджетной возможности отремонтировать зубы у них просто не было. Это, кстати, происходило и в СССР. Но вот татуировок на лице, в таком количестве, как сейчас, у них, конечно, не было. Раньше смелостью считалось набить татуировку здесь или сзади шеи, но рэперы новой школы вообще ничего не боятся и к татуировкам относятся очень легко. Они называют их джоб-стопперс. С таким лицом ни о какой нормальной работе для них не может быть и речи. Остается только стать успешным в музыке. Они были у покойного Экстентансион и Лил Пипа, у которого есть слово Плакс и даже Лиза Симпсон. Татуировки на лице стали так популярны, что Гучи устроил показ, набив моделям татуировки на лице. Кажется, скоро джоб-стопперс будут наоборот помогать искать молодую работу. Ладно, давайте вернемся к истокам. Одним из первых татухи на лице стал бить Лил Уэйн. В 2004 он появился таким в клипе Destiny's Child, но он относился к ним еще более-менее серьезно. Три слезы на его лице обозначали погибших близких друзей. Татуировки на лице связывают хип-хоп с уличными бандами, культурой черных и латиносов. Такие видимые знаки на самой видимой части тела говорили, да, чувак, я точно предан своей банде. Больше всего отличились Майнти Монгрил Моп, великая шайка дворняжек из Новой Зеландии 60-х. Татухи подчеркивают их противопоставление себя пакехам, то есть обычным белым людям. Но сама по себе традиция бить на лице уходит очень далеко в прошлое. Уже тысячи лет египетские христиане-копты бьют на лбу крест, как символ принадлежности к Христу. Но вернемся к рэпу. Олдскульные рэперы были очень брутальными парнями, на вид и внутри. Тогда как же мы пришли от этого к этому? Да, это Лил Узи Верт в образе Аврил Лавин. Дело в том, что новые рэперы мало связаны со старыми рэперами. Да, они также читают под бит. Но культурно они скорее ближе к альтернативе 90-х, а мамбл они вообще называют эмо-рэпом. Новая школа часто использует гитары. Моргенштерн, Хаскин, Фараон. Все они выпустили гитарные релизы. И все активно оглядываются на рэп-рок, расцвет которого пришелся на 90-е. Поколение Pepsi, MTV и скейтбординга. Даже возьмем самая яркая черта, это цветные волосы. Прямой отсыл к 90-х. Давайте возьмем это фото Лил Пипа и посмотрим, какой образ за ним скрывается. Да, это же Курт Кабе. Такой же отвязный и такой же трагичный. А кто стоит за яркими бусинами Лил Яти? Да, это же Билл Джо Армстронг из Грин Дэй. Или Гвен Стефани. Кому как больше нравится. Но и альтернативщики не сами придумали красить волосы в яркие цвета. Они искали вдохновение у панк-рока в первой половине 70-х. Яркие прически придумали две девушки. Тиш и Снуки, которые устали быть на подпевках в группе Блонди, открыли первый панк-магазин одежды «Мэнник Пенни». Это был любимый магазин Сиде Вишеса, Рамонас и других панков. Однажды девушки привезли из Англии в Нью-Йорк яркую краску для волос. Покрасили голову и заметили, что это очень сильно раздражает обывателей, ну, обычных людей. А нервами других питаются панки. Спустя пару лет цветные волосы стали символом панка и новой волны. Новая школа — прямой наследник панк-рока. И не только по стилю, но и по духу. Продюсер BigHat, который написал музыку главному фиту мамбл-рэпа Gucci Gang, говорил, что вдохновлялся Blink-182, их простотой доступной даже ребенку. Рэп и панк — в моем детстве эти две субкультуры дрались за гаражами, а сейчас мы заявляем, что они связаны друг с другом. Дело в том, что мамбл-рэп и поп-панк появились как альтернатива закостеневшей старой музыке. Первые панки отрицали классический рок с его правилами. По одной из легенд, Джонни Ротан вообще попал в группу Sex Pistols только потому, что пришел на прослушивание в футболке «Я ненавижу Пинк Флойд». Кобейн, в свою очередь, ненавидел Guns'n'Roses и Bon Jovi. А теперь Lil Gun заявляет, что музыка Тупака скучная. Тупака — главной иконы и мученика рэпа. Раньше говорили как — если ты способен просто бренчать на гитаре, то ты смело можешь собирать панк-группу, и все у тебя будет в порядке. А сегодня Моргенштерн сам вскрывает рэперов, показывая, как просто устроена их музыка. Три ноты на фортепиано, бас и незамысловатые биты. Чем больше нот, тем хуже трек. Это знают все современные рэперы. И все эти поколения музыкантов не особо заморачивались над текстом. Они говорили прямо в лоб все, что хотели сказать. Lil Pump вообще заявлял, что хочет быть самым тупым и самым богатым рэпером на планете. И кажется, ему это удалось. Но вернемся в современность, к другой особенности Моргенштерна — дредом. Его пальме. Сейчас ей никого, я не знаю, ну никого не удивишь. Дредами точно. Пальмой может быть. Но за ними стоит интересная история. Вот рэпер Extend Tension. Дреды, которого за 6 лет меняли свою длину и цвет от обычных черных до белых, синих и разделенных на черно-белую часть. А Lil Wayne заплел себе их еще в начале 2000-х. С тех пор они стали его отличительной рэперской чертой. В то же время дреды стали носить спортсмены, поп-певицы, Шакира, Мэри-Кейт Олсен, Pink. Но, конечно, первым дреды ввел в моду это Боб Марли еще в 60-х. В его группе-плахальщике The Whalers напарники ямайцы Банни Уэллер и Питер Тошем тоже носили дреды. Благодаря своему стилю, а с дредами регги-музыканты расширили понимание этой прически для многих субкультур. Дреды стали особенно популярны для путешественников, хиппи, веганов. Но растаманы, сами растаманы, начали носить их еще в 50-х. Спутанные волосы называли дредлокс, ужасные локоны. Это самая естественная прическа для волос. Волосы сами скатываются в дреды, если их долго не мыть. Но вы знаете, кому принадлежали главные дреды России? Я говорю об иконе 90-х Кирилле Талмазком или Дэцле. С начала своей музыкальной карьеры в 16 и до самой смерти в 35 он носил дредлоки. Вы только окунитесь в эту атмосферу. Подросток в футболке конверс и широких брюках у себя дома лавирует между девушками в блестящих костюмах и брейк-дансерами. Вечеринка, слова которой будет повторять вся молодежь того времени. Вечеринка у децела дома гуляет, весь втроем гулять, вся школа... Образ становится культовым для поколения Pepsi. Но что это вообще за поколение? Почему в России этот образ витает в воздухе? И почему мы говорим об этом в этом видео? Pepsi в СССР появились в 1959 году. Хрущев отпил из фирменного стаканчика на выставке в Сокольниках и невзначай стал лицом рекламной компании и амбассадором Pepsi в России. В 80-х Майкл Джексон поет о новом поколении, чья молодость пришла на то время. У нас поколение Pepsi это молодые 90-х. Именно в это время Pepsi становится первым западным брендом в СССР, которому удалось прорваться сквозь железный занавес Союза и начать продвигать яркую рекламную кампанию поколения Pepsi, которую начал Джексон еще в Америке. Образ попал в точку. Представьте, что может получиться, если убрать железный занавес и смешать миллионы молодых скромных россиян, голодных до мировых трендов, новый канал MTV, где виджей говорит слово «жопа», ведущие одеваются вот так, а добровольцы нас проделают безумные вещи. И замешайте сюда яркие слоганы, которые звучат из каждого телека. Открывай, живи, твори, бери от жизни все. Ты – поколение Next. Они стали гимном для подростков из девяностых, которым было суждено изменить страну. Вкус свободы и перемен почувствовали все. На федеральном канале выходит программа «До шестнадцати и старше». Каждый день показывают рэперов, гопников, бит-оперов, рейверов, фанатов, которые лавиной сносят старые образы. Секс и рок-н-ролл, на которых держалась западная культура, добрались и до нас. Никакой большей войны и идеологии. Только музыка, танцы и свобода. Новое поколение выбирает Pepsi. Поэтому, случайно или не случайно, но бренд становится символом молодого поколения. Дух того самого времени написано «Свобода», «Все только начинается». Тогда эти фразы, это настроение звучало из каждого телевизора. Это и было начало всего современного в России. Это был настолько мощный взрыв, настолько мощный переворот в сознании молодого поколения, что я не впоюсь в это слово, оно до сих пор влияет на запад. Гоша Рубчинский сделал образ молодежи того времени модным. Его вещи сейчас носят мамбл-рэперы. Те самые гопники, которые били неформалов, рэперов, рокеров, рейверов, сегодня выходят на подиумы Парижа. Агентство Lumpen лучше всех работает с образами советских гопников. А в топ DZ100, в котором представлены люди до 30-ти, и которые вершат современную историю прямо сейчас, вошел русский парень из Питера, модель Саша Траутвейн, который продвигает образ 90-х. Культура и мода цикличны. Тренды повторяются каждое поколение, ведь их задают новые 20-летние, которые не хотят носить и слушать то, что носили и слушали их родители. Сейчас в России происходит то же самое, что и в 90-х. Границы старого стираются, и приходит новая школа, которая с иронией относится к культуре нулевых. Им важнее творчество и новая искренность. И они прямо сейчас строят в России новую культуру, следить за которой не стыдно. Во всем мире опять заметен бунт. Когда-то его устроили панки. А сейчас, через поколение, его устраивают фанаты этих же панков, только с помощью другой музыки — рэпа. Раз, два, три! Теперь стало ясно, что значит «новая школа». Как я и говорил, культура всегда имеет истоки в других поколениях. Каждая деталь говорит нам что-то о прошлом. Мы, как Гесса Фильштейн в своем клипе, разобрали составляющие современного мамбл рэпера и выяснили, что в его образе нет ничего случайного. Татухи тюремных банк, дреды из поколения Pepsi, цветные волосы и дух старых панк-рокеров — все это замешалось в Моргенштерне. После всего этого хочется взять комментарий только лишь у одного человека, у Моргенштерна, давайте это сделаем. — Йоп, Ян. — Спасибо, что согласился встретиться в Уфе. — Спасибо, что прилетели в столицу мира. — Я приехал сюда задать вопрос, который больше всего меня интересует. Кто ты? Четыре варианта ответа, выбирай любой. Ты музыкант, мамбл рэпер, просто рэпер, панк или рок-звезда? — Это же пять. — Да, пять. — Вот знаешь, как и жанров нет, так, мне кажется, и нельзя людей так же делить. Есть просто люди. Если хочешь, так угодно — артисты, и все. А я рэпер, я панк, я рокер — это все говнори так выражаются. Есть артисты — все. — Почему Алды ненавидят новых рэперов? — Во-первых, старшее поколение всегда недовольно младшим. Это испокон веков. — Да. — Может быть, капельку какой-то зависти даже. То, что Алды остались как бы х** пожевывать, да и копеечки считать. А молодые сейчас, ну, как думают Алды, делают х** полную, но почему-то... — Ну, а это в России они копеечки считают, а иногда и нет. Но на Западе они не считают копеечки. — Но чем старше человек, тем сложнее ему принимать что-то новое, воспринимать что-то новое. Просто формируется какое-то свое мировоззрение, все, которое уже изменить невозможно. Потому что, ну, с течением времени, с течением обстоятельств. И поэтому вот когда какой-нибудь олдовый музыкант видит новую современную сцену, он просто думает, в наше время же вот так было, в наше время же было вот так, почему? Как это я, такой крутой старик, значит, вот это вот все прошел кровью и потом, а эти молодые сейчас занимаются такой х** и тоже имеют свои плюсы. — То есть, по-твоему, это все очень просто? Это просто непонимание и отрицание? — Конечно. — Старше поколение всегда недовольно младшим, блин. — На кого смотрел, прежде чем стать музыкантом? — Именно вот самый первый раз, когда я захотел стать рэпером, это было лет 10-11, тогда я очень жестко вдохновился гуфом. От гуфа я ва** был, просто тек как с**. Все, и думал, бам, мне надо срочно писать рэп, там все, пиздец, микрофон, там первые треки. «Мы выше облаков» — мой легендарный хит. Ты не видел? — Нет. — Мне 11-12 лет, да, я в кепке на детской площадке читаю рэп вот так. — Это пиздец, классно. — Выше облаков, запомни эту группу. Через пару годиков мы разразим уфу. Мы не гуф, мы не картавим букв. Сочинять рэп-пак — это истинный наш путь. — Потом меня в школе затравили, я бросил это всю х**. В 14 начал на гитаре играть. Первая рок-группа — и пошло-поехало. — Татуировки на лице ты сделал для того, чтобы просто не работать на обычной работе. Это так? — Ну вот изначально шестерки, да, чтобы офис не взяли. — То есть это джоб-стопперс? — Ну да. Но изначально вот это было для этого сделано. — Остальные? — Ну просто так. — Как ты думаешь, в каком ты жанре работаешь? — Сейчас ни в каком. Я буду искать себя заново. Потому что я попробовал то, попробовал это, и попробовал то, и вот это, и вот то. И что-то пока, ничто мне не прижилось. — С кем ты в детстве больше тусовался? С какой субкультурой? — Братик, в наше время не делились на панков и рэперов. — У тебя в детстве не было субкультуры? — Ну, я был скейтером. — А вот у нас в скейте делились на рэперов и панков. Вот кто катается более расхлябанно, такой, в широких штанах, под рэп — это рэперы. А мы там в узких джинсах, панк-рок и пошли х**ть. Лет в 15-16 я вот был заядлым вообще рокером, не признавал никакую другую музыку. Х**ть вообще всех х**ть рэперов просто вот. — Ну это слышно до сих пор, понимаешь? — Так отсюда и начался же изи-рэп. Вот я реально же их ненавидел. Думал, е**ть, ваша музыка г**ть, это вообще так легко все сделать. Ня-ня-ня-ня, накидал. А потом как-то, знаешь, проперся. Я даже помню, помнишь, вот к тебе приходил, когда в гости, мы базарили за лизера, по-моему. Я тебе говорил, г**ть, ах**ть, а ты мне доказал. — А сейчас у тебя все совместные. — А сейчас я думал, б**ть, ах**ть, 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 ах**ть. И вообще все вот молодые пацаны ах**ть, вообще. Прям восхищаюсь. Получается, что ты тащился от панка, ты ненавидел рэп, ты попробовал рэп, понял его, тебе стало хорошо, ты начал в рэп-игру вносить панк. И что дальше? — Я хочу сейчас попробовать поскрещивать очень много разных стилей и посмотреть, что из этого произойдет. — Например, каких два? — Я не хочу так спойлерить. Если у меня это получится, то п**ть это всем. — Эти стили из твоей молодости, твое прошлое? — Не совсем. — Не совсем? — Один да, второй нет. — Дальше? — Из моей молодости? — Отстань. — Из моей молодости? — Отпали. — Что будет дальше с вокалом и мамбл-рэп? — Я вообще боюсь об этом думать, как сейчас все быстро бежит и вертится. Я так хочу жить вечно. — Ты предполагал что-то? Думал об этом? — Ну вот, смотри, Джизус. Ты слышал Джизуса? — Я слышал, что его называют новым фараоном или новой легендой какой-то. — А девочку в классе слышит трек? — Нет. — Я тебя сейчас включу, ты все поймешь. — Ты была самая лучшая девочка в классе. — Джизус, респект. — Это ответный вопрос, что дальше? — Дальше? Нет, это не ответный вопрос. Дальше, слушай, окончательное стирание рамок и границ всех, которые есть в музыке. Вообще всех. — Что дальше на твоем лице? — На моем лице? — Хочу свистить татухи. — В натуре? — Да. — В натуре? — Да. — Серьезно? — Ты не шутишь? — Хочу свистить татухи. — Да не, это разгон. — Давай, посмотри. — Это разводный шаг. — Если будет что-то знаковое, может быть и вековечен. Но бабушка просит больше ничего не бить. — Спасибо большое. — Думаешь? — Да. — Пока. — Йоп. — Я. — Я знаю, что вы любите искать параллели и иногда тыкать меня носом, если я что-то забыл. В этот раз сделать это самое время. Я уверен, мы многое что пропустили. Многое кого не упомянули. Если это так и вам есть что сказать, обязательно напишите об этом в комментариях. Мы будем каждый читать. Нам понравилось погружаться в эту тему и я хочу погрузиться в нее еще больше. С помощью вас. Пишите обязательно. Просто что вы думаете, ваше мнение. И как обычно. Пум-пум-пум. Та-та-та. Гря. Субтитры сделал DimaTorzok